Полиция Южного штата Индии Тамиу Наду арестовала 35 членов команды задержанного 18 октября прошлого года судна по борьбе с морскими пиратами. Оно принадлежало американской фирме. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии. В декабре всей команде было предъявлено обвинение в нелегальной перевозке топлива и оружия, а также в нелегальном входе в территориальные воды. 26 марта этого года коллегия Верховного суда города Тамиу Наду решила освободить под залог членов команды судна, а в конце концов они были оправданы. Казалось, что до возвращения на родину оставались считанные дни. Индийский суд уже вынес решение, по которому наши моряки, а они по всем международным морским конвенциям являются морским экипажем, невиновны. Но прокуратура, которая в принципе с большой вероятностью можно сказать, что коррумпированная власть сейчас в Индии, даже чиновник, который в то время находился у власти, когда эстонских моряков взяли в плен, его уже отстранили от этих дел, то получается все равно судебные процессы ведутся. И позиция министерства иностранных дел такова, что ну парни, вам нужен адвокат, вот нанимайте, вот и немного спонсируют парням, но эти деньги даются ребятам в долг. У парней сейчас уже проблемы со здоровьем, у проблемы с кредиторами здесь в Эстонии. По последним данным, находящийся в Нью-Дели Верховный суд Индии начнет рассмотрение дела. Теперь уже о возвращении личного имущества и документов эстонских охранников судна 27 октября. Тогда же будет решено призимать на рассмотрение жалобу прокуратуры штата Тамиу-Наду или нет. По-прежнему неясно, будет ли решение принято за одно или несколько заседаний. Со стороны министерства какая-то поддержка была, но лично я считаю, что со стороны министерства было сделано мало. Проведем параллель, когда граждане Эстонии, велосипедисты, наши отважные велосипедисты находились в заложниках Ливии. По-моему, Эстония сделала все возможное и невозможное, чтобы потом освободить этих велосипедистов. После этого было сказано, что мы в долгу перед Францией, нам надо отправить военных в Центральную Африку, международную миссию. Я не могу понять, а чем вот эти парни, которые сейчас находятся больше года в Индии, в заложниках, чем они отличаются от тех велосипедистов. По мнению пикетирующих, государство взяло на себя роль наблюдателя в данном деле и не смогло в течение года вернуть своих граждан домой, несмотря на то, что все обвинения против задержанных были сняты. Наверняка в МИДе не разделяют такую точку зрения, ведь было уже многое предпринято. Да и, конечно, формально есть разница между теми, кого отправила страна для участия в международных операциях, и теми, кто отправился в непростые политические места на заработки. Тем более важно, что по утверждению министерства они решают проблемы эстоноземельцев, попавших в беду, независимо от ситуации. Ведь совсем недавно министр иностранных дел Урма Спайет был с официальным визитом в Индии, где помимо других вопросов обсуждалась и возможность возвращения задержанных эстонских охранников. Другое дело, что хочется, чтобы вопрос решился как можно быстрее, потому что, конечно, ситуация у наших парней сложнейшая, как моральная, так и материальная, о чем и напомнили чиновникам участники пикета. Продолжение следует...